В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отмена выплат почетным гражданам Сарова прошло заседание социального комитета городской думы. Конкурс снежных фигур и турниры по зимним видам спорта саровчан приглашают на День снега. Песни, пляски и гадания в клубе «Чайка» прошла фольклорная программа «Святочные вечера». Далее расскажем обо всем подробно. Итоги проверки контрольно-счетной палаты финансово-хозяйственной деятельности спортшколы ИКАР. Оснащение зал в юниоре, муниципальная поддержка социально-некоммерческих организаций, создание спортивных сборных команд города. Эти и другие вопросы обсудили депутаты на заседании первого в этом году социального комитета. Также речь шла о состоянии озера Протяжного и отмене денежных вознаграждений почетным гражданам Сарова. Почетным гражданам Сарова не будут выплачивать единовременные ежегодные денежные вознаграждения. Это связано с ограничениями, которые были введены Министерством финансов еще в 2018 году. Нарушение соглашения приведет к потере гордым дотаций. Этот вопрос вынесен на ближайшее заседание Думы с рекомендацией принять. Заслуженные ветераны Сарова и те, кого награждают почетной грамотой города, уже лишены денежных выплат. Поэтому сейчас в стадии проработки находится вариант все же поощрения заслуженных ветеранов и того, кто награждаем почетной грамотой. В амках представительства расходов мы планируем, как бы вот вручая знаки, грамоты и так далее, вручать памятные подарки. Изменения в существующее положение вносить не потребуется. Еще один вопрос касался проверки контрольно-счетной палаты и спортивной школы ИКАР. КСП нашел нарушение недостатков более чем на 1 миллион рублей. В том числе речь шла о здании ТИРа. Уже несколько лет оно находится в плачевном состоянии и его не используют. При этом содержание проводилось и расходы в размере 670 тысяч рублей являются неэффективными. В 2017 году была составлена проектно-сметная документация на ремонт ТИРа. Реконструкция запланирована на 2020 год. Вернулись народные избранники к обсуждению состояния озера Протяжное. В ноябре этот вопрос уже рассматривали в городской думе, а затем направили запрос в администрацию с целью выяснить, какие меры примут для того, чтобы очистить и восстановить водоем. Полученный ответ от департамента городского хозяйства не устроил депутата Сергея Смирнова. К этому вопросу решено было вернуться на заседание профильного комитета и пригласить на него специалистов ДГХ. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. За последние несколько лет во всем мире сердечно-сосудистые заболевания стали основной причиной смерти среди населения. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Большинство случаев преждевременной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, если держать под контролем повышенное артериальное давление. В Сарове около 35% взрослого населения страдают гипертонической болезнью. То есть практически постоянно их артериальное давление выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба. При этом люди могут не догадываться, что больные, как правило, симптомы долго не проявляются. На протяжении многих лет повышенное артериальное давление пациентами никак не ощущается. И организм адаптируется к повышенным цифрам давления. И, как правило, уже когда возникает инсульт и инфаркт, пациент узнает, что у него было повышенное давление. Гипертонию важно выявить на ранней стадии, когда еще можно изменить образ жизни пациента и назначить базисную терапию, которую он должен принимать на протяжении всей жизни. Это поможет снизить давление и предотвратить инфаркт и инсульты. Основными факторами риска любого сердечно-сосудистого заболевания, а в первую очередь гипертония, является малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, стрессовые ситуации. Естественно, большой вклад в профилактику и в том числе и лечение является коррекцией факторов риска. Для выявления гипертонии в поликлинике номер 2 открыт центр здоровья, куда может совершенно бесплатно обратиться любой совершеннолетний житель города. Специалисты обследуют пациента, проконсультируют и дадут рекомендации. Записаться на прием в Центр здоровья во второй поликлинике саровчане могут по телефону 9-52-45. Кроме того, врачи советуют горожанам проходить диспансеризацию. Диспансеризация – это тоже профилактическое направление, в том числе и для выявления в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний. Диспансеризацию может пройти любой работающий и неработающий пациент, начиная с 18 лет, если до 39 лет – это раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Диспансеризацию надо проходить в поликлинике по месту прикрепления. При этом граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники предпенсионного возраста – на два рабочих дня один раз в год. Их средний заработок сохраняется. Минздрав запустил горячую линию по вопросам прохождения диспансеризации. Звонки принимают с 15 января по телефону 8 800 200 200. Консультацию можно будет получить круглосуточно. Если возникнут вопросы, связанные с отказом в прохождении диспансеризации или другие жалобы, оператор переведет звонок на страховую компанию. А если звонящий не будет знать, какой страховщик выдал ему полис, звонок направит на специалиста территориального фонда обязательного медицинского страхования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Президент Владимир Путин объявил о введении горячих бесплатных завтраков для всех ребят, которые посещают начальную школу. С таким заявлением глава государства выступил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. По его словам, в пилотном режиме обеспечение школьников горячим питанием заработает в отдельных регионах с 1 сентября этого года. А уже с 2023 бесплатные школьные завтраки станут нормой для всей страны. К этому времени каждую школу оборудуют столовыми и буфетами, а также наладят систему снабжения качественными продуктами. В этот четверг на площади Ленина пройдет очередной сбор помощи для животных из городского приемника. Неравнодушные соровчане могут принести сухой корм педигрии и вискос, чистые полотенца или постельное белье, ветеринарные препараты, моющие средства. Все это можно будет передать волонтерам 16 января в 19 часов. Те, у кого нет возможности прийти на сбор, могут передать помощь в магазин «Лемур» в торговом центре Куба. Также все можно принести сразу в приемник по адресу улицы Зернова, дом 24А. Телефон для справок 6-12-10. 20 января в клубе «Прогресс» пройдет крещенский турнир по дартс. К участию приглашаются все желающие вне зависимости от пола и возраста. Начало регистрации в 17.45. Сами соревнования стартуют в 6 часов вечера. Игры пройдут по системе 501 до 3 побед. Призеров наградят дипломами, а победителя ждет еще и приз. Более подробно о предстоящих соревнованиях можно узнать в группе Саровской федерации «Дарт» ВКонтакте. Брумбол, санлистбол, лыжные гонки, хоккей и, конечно, конкурс снежных фигур. 19 января жители и гостей города приглашают присоединиться к Всероссийскому дню снега. Праздник пройдет на лыжной базе. В рамках зимнего фестиваля саровчане попробуют свои силы в лепке скульптур, командных видах спорта, а также покорят снежные горки на сноутюбинга в конкурсе на самый длинный спуск. Подробности далее. На лыжной базе идет подготовка к проведению традиционного праздника – Дня снега. Погода этой зимой внесла свои коррективы, и снега очень мало. Но праздник все же состоится, и сотрудники расчистили место для возведения снежных скульптур. Строительство фигур у нас, как правило, осуществляется внизу, то есть у подножия горы. На данный момент площадка готова, то есть это место не меняется, оно традиционно там под строительство снежных фигур. В этом году тема конкурса «Спорт – нормы жизни». Поэтому все снежные поделки должны отражать идею физкультуры и спорта в жизни человека и общества. В воскресенье, 19 января, в 10 часов утра, экспертная комиссия проведет оценку выполненных работ. К этому времени скульптуру должны быть уже сделаны. Строительство фигур начинается у нас в субботу, то есть 18 января. Так что, возможно, люди придут и сделают плоскостные фигуры, может быть, кто-то что-то нарисует красками. То есть здесь уже полностью фантазия людей, как они ее проявят. Все будет зависеть от них. Награждение победителей конкурса снежных фигур состоится в 12 часов во время торжественного открытия «Дня снега». Кроме этого, соровчан приглашают принять участие в соревнованиях по зимним видам спорта, в том числе и лыжным гонкам. Чтобы зарегистрировать команду на участие в турнирах, нужно подать заявку. Будут проработать игровые площадки по санлистболу, дальше будет спуск на самый длинный спуск, футбол будет организован на снегу, брундбол и хоккей. Также пройдут соревнования по лыжным гонкам. Организаторы также запланировали проведение флэш-моба «Зато Сару спортивный» и автограф-сессию с заслуженным мастером спорта России, бродзовым призером Олимпийских игр Анастасией Седовой. Новый год только начался, а юные соровчане уже покоряют творческие олимпы. Воспитанники отделения народных инструментов детской школы искусств номер 2 успешно выступили на первом международном конкурсе исполнителей на классической гитаре имени Андреса Сеговии. О достижениях подопечных Ирины Федельман расскажем в следующем репортаже. Это было мое лучшее выступление. Именно с такой фразой юный гитарист Михаил Бересейко спустился со сцены сразу после того, как исполнил перед жюри свою программу. И не ошибся. На международном конкурсе исполнителей на классической гитаре в своей возрастной группе Михаил занял первое место. Я выступал с отрывком из сонаты и ноктюрном Виктора Козлова. Соната, она очень веселая, задорная и мне нравится ее характер. А ноктюрн, он совсем противоположен сонате. И это тоже спокойное произведение. Мне такие нравятся. По словам юного музыканта, в его возрастной группе было не так много участников. Поэтому собраться с мыслями, а значит и хорошо выступить, было несложно. А вот Ане Гончаровой побороть волнение оказалось непросто. Как признается девочка, она поехала на конкурс в первую очередь для того, чтобы послушать игру других и понять, к чему ей стремиться. Аня не надеялась попасть в число призеров, но все равно показала все, на что способна. Как итог, второе место. Сложно было собраться перед выступлением, так как ты знаешь, что твоего возраста есть еще дети старше тебя. В моей группе было 11-13 лет включительно. Я сначала очень испугалась, потом собралась, хорошо сыграла. Международный конкурс исполнителей на классической гитаре проходил в Тольятти. И был организован Московская ассоциация гитарного искусства и Академия имени Маймонида. Посвящен Андросу Сеговии. Андрос Сеговий – это тот, кто как бы вывел гитару на такой международный уровень. То есть он показал всем, что гитара – это очень такой важный инструмент, то, что он может быть очень серьезным. На нем можно серьезно учиться играть и играть таких композиторов, как Баха. Это был конкурс высокого уровня, что подтверждает состав жюри. Председатель Томас Мюллер Перинг, профессор Академии музыки из Германии. Остальные члены жюри – лауреаты различных престижных международных конкурсов. Члены Союза композиторов России, преподаватели музыкальных училищ и консерваторий. Одним из тех, кто оценивал детские таланты, стал Сергей Руднев, обладатель звания «Национальное достояние России». Именно с его композицией и выступил еще один воспитанник ДШИ номер 2 – Егор Борисюк. Я выступал с выработкой руссконародной песни, как у наших оорот, Сергея Руднева. Я считаю, что Сергей Руднев – выдающийся композитор нашего времени, который обрабатывает руссконародные песни, мелодии отлично. Мне очень нравятся его обработки. Конкурс проходил в атмосфере творчества и ярких встреч. Члены жюри подготовили для ребят большую образовательную программу. Все они играли детям каждый день. Играли, и мы наслаждались их высоким искусством и их высоким мастерством. Более того, все они каждый день занимались с детьми, давали так называемые мастер-классы. И мы тут уже наблюдали их педагогическое искусство. Это первые победы юных музыкантов в новом году. И далеко не последние. Они вновь готовятся покорять творческие олимпы. Вместе с Рождеством в православном мире наступили святки, которые продлятся до крещения. В старину считали, что в это время нужно веселиться и праздновать, ходить в гости, дарить друг другу подарки, собираться вместе за вечерней трапезой. Традициям святочных дней посвятили свою программу воспитанники клуба «Чайка» Центра внешкольной работы. Солисты ансамбля «Забава» подготовили фольклорный концерт. Фольклорная программа «Святочная вечера» началась с колядок, которые исполнили все солисты ансамбля «Забава». В концерте приняли участие и самые маленькие артисты, которые только делают первые шаги на сцене. И те, за плечами которых уже несколько десятков выступлений. Святки традиционно ассоциируются с гаданиями. И, конечно, праздник в «Чайке» был бы неполным без этого обряда. Гости вечера с удовольствием приняли участие в самом простом предсказании будущего. Одним выпала новая любовь, другим – сюрпризы. Руководители ансамбля «Забава» вместе со своими подопечными регулярно устраивают фольклорные праздники. Так они изучают русские народные традиции и пополняют репертуар новыми композициями. Возвращение к истокам, то есть воспитание детей в тех русских традициях, на которых росли наши бабушки, наши дедушки. Мамы, папы, бабушки и дедушки не остались просто зрителями. И вместе с детьми они водили хороводы и пели песни. Довольны мероприятием, всегда остаются под впечатлением. Дома еще очень долго поют эти же самые песни, которые они исполняли здесь в клубе. Мне очень понравилось. Я думаю, что остальным тоже. Святочная вечера стала для воспитанников клуба «Чайка» и их родителей напоминанием о русских традициях. Словно на машине времени они перенеслись на несколько веков назад и увидели, как коротали долгие зимние вечера их предки. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин